да здравствуйте добрый день у нас все записывается выставляется в интернет вы не против конечно не против я помню мы с вами разговаривали хорошо слушаю вас спросить по существу вот я работаю охранником и моя работа это значит ездить по паркам следить за порядком но чем заключается вопрос в том что мне очень интересно как педагогически в свете священного писания да то есть по новому завету вести себя потому что конечно же можно было бы как обычный охранник подойти и сказать там очень много проблемных подростков которые ругаются матом которые пьют курят наркотики там как-то вот даже ходят в туалет публично можно было бы конечно сказать что там погрозить пальцем там нельзя так делать да так вот но до них это не доходит и поэтому я бы хотел как-то сделать не так шаблонно потому что они уже понимают они видят жилет они видят это вот все ну как куда вот одежду не думаю то сейчас подойдет будет замечание делать а вот как бы поступил христос вот что интересно потому что этому охранников не учат они учат просто ты видишь то что правонарушение да иди наказывай да вызывай полицию а что вызывает полицию она едет целый час полицейские не будут говорить с ними на языке любви на языке нового завета они скажут там вот да вы нарушили и так далее но в общем как то так дело то вот какое вы живете где в каком городе что ли не что ли то ли а вот знаете там библиотека центральная библиотека там 38 томов книг моих вы можете брать читать на эти ответы уже есть дело в том что мы должны смотреть что дух святой делает когда они слушаются мы считаем библии написано так у вас ювенальная юстиция там трудятся есть только я абсолютно ничего не знаю надо читать изучать ну дело в том что она стоит на стороне развала семьи я создал по милости божий детский лагерь и директор его 45 лет у меня прошли тысячи детей разного возраста притом два пола и такие чтобы совсем не слушались их нету а были такие которые там наркоманы там и матерщинники подход должен быть на себя 45 лет а власть была против меня притом это в частном порядке государства ни рубля не дала это нет права и простой вопрос такого даже нет больше нигде и как господь показывает первую очередь надо усилить молитву с постом я попутно буду спрашивать вы бороду портите не надо делать этого это сильно ослабляет вас зачем вас никто силом не составит у нас были такие люди которые на важных государственных о предприятиях работали не где-то в аэропорту мирового значения и выгоняют с бородой стали молиться и не могут тронуть его и при том главный начальник который порядок наводил из кгб он его сделал со ближним помощником так что господь ищет мужественных людей вы готовы бритву выбросить я говорю что сегодняшнего дня вы поступаете ноту какие вы есть они вас не слушается я не даже не думает это сколько у вас детей какой возраст и какой пол ну вот в парке то там порядка больше ста детей больше ста причем все трудные такие проблемные с такими привычками и когда он говорил про христа беру вот вы знаете дорогие ведь мы все куплены дорогой ценой храм духа святого как же мы так вот не любим себя как вот так портим себя они города вы знаете мы все это слышали что это все хорошо но уже привычка и вот я им слова они мне 10 понимаете я больше не знаю что мне делать читать учебники многие по педагогике они не обсуждают эти вопросы они их очень как бы ну вот как раньше вот например вот был антон сегодняшний макаренко вот был шаталов были многие соловейчик но ведь они это без слова божия как пытались решить да он с беспризорниками боролся и так далее у него вот они вырастали становились людьми очень успешными но просто я не могу вот так вот работать я просто это понимаю что приходить на работу и по шаблону по сценарию вот так вот там потому что это не работает это не учит их любви абсолютно они не видят в этом любви они видят в этом просто сухое исследование закона а как бы там показать что в этом слушании закона да есть что-то божественное чтобы это коснулось души я спрашиваю сколько лет и сколько их у вас я не пойму вы вы про своих говорите детей или где работаете не просто которые гуляют подростки не мои ах тут вопроса до другой да 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 от 12 до 18 лет причем старший это показывает плохой пример младшим а я не говорю вот вам например не стыдно старшим показывать такой пример младшим а они что мне отличают да что мы то зачем нам показывать пример сейчас это все есть в интернете пожалуйста они вот посмотрят видео они там следуют за ними за этими фифсами и так далее то есть постоянно себя как вот дамы и его как вот господь сказал что за черток поселка а это жена которую это называют а ева говорит змею то же самое абсолютно происходит а я понимаете я теряюсь мне не хватает ни педагогического опыта ни ни жизненного опыта полный ноль они это видят что я что-то пытаюсь там вот-вот как-то надо а они кто смеется кто ну видишь что я теряюсь например такой значит другой там есть момент что подходят девочки там говорят мне как охраннику вот нас мальчики обижают игру ну пойдемте разберемся идем разбираемся значит я спрошу мальчики зачем бы у них там кидали камнями они говорят да мы кидали камнями но до этого они там значит нас палками били то есть детский сад абсолютно и они говорят и вот эта цепочка кто и я не признаю это вообще узнавать в принципе кто первый начал если к чему это приведет до эту цепочку развернуть этот клубок размотать кто первый начал так давайте повторим это я я это хорошо все знаю такое есть у вас свои то дети есть нет сколько лет вам 22 года видите как влияние я вот первого только спросил про бороду и вы сразу тормознули если от этого зависит что-то вы проверьте себя но возьмите хотя бы на полгода дальше будет видно далее объявить пост и молитву если вы о других заботьтесь это большое дело много не разговаривайте они будут видеть вас другим а вот если свои дети у первого священника или в библии написано были дети но они неразумные были и они спали женщинами которые приходили на молитву прямо при входе в храм и он говорит дети худые молвы о вас идут а ян златоуз говорит так не надо было это говорить надо было связывать избивать и выгонять вот вся вина лисица связывать первое ты не можешь избивать не можешь ну и все остальное ничего не можешь власти никакой нет лагерь мне принадлежал у меня были физические наказания и этого когда зарегистрировал лагерь тут в краевом отделе юстиции мы зарегистрированы были там сказано они боролись против потом назначали комиссию там кандидат медицинских наук там милиция ничего нету они могут найти уберите тогда это зачем убирать я хозяин они закроем то другое делают всякие статьи поганые пишут я когда возвращался в деревню лагерь 150 километров от барнаула а тут мы деревню строим прямо 500 метров от нее я не ничего не могли сделать я подавал суд на них и все процессы выиграл а приезжали когда директора других такие мирские игорь ты себя хоть раз ребенка трону меня посадят я говорю а я его деру и когда беру родители у меня специально бланк написал согласны что я буду наказывать за то это это наказание в чем сеткой русской или крапивой но как дальше будет родители расписались официально знают вы не можете этого сделать потом прибалтика она на особым счету такая как и скандинавия как скандинавия я имею ввиду над другими народами они там лучше себя ведут я от в армии был у нас были эстонцы латвиши латыши я в латвии венсплессе обратился это я хорошо знаю очень хорошие ребята послушные работяги а с юга туркмены узбеки таджики ленивые не ничего не делать я морфлоте работал труде ну служил сказать где-то вот в данном случае вам ничего нельзя сделать чтобы не повредить самому себе вы можете оттуда уволиться и я приготовился вам отмечать думал что ваши дети родные нет 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 просто вот они в парке она нам же тоже нужно работать мы же не можем просто патрулировать и все все-таки может быть кто-то подойдет к этому вот так вот да ну пусть они курят но мне так и говорят напарнице 55 лет говорил ну а что ты уже можешь делать им уже 12 лет у них есть свои родители а все идет от семьи но неужели православный христианин может себе такую мысль позволить что у них есть ну да есть да если ты охранник но подойди как-то вот поговори хотя бы на эту тему заложи какую-то семечку добренькую или она говорит ты на себя много берешь ты все близко к сердцу воспринимаешь они курят пьют а ты курят сердобольный ну просто взял предупреждение что нельзя а им это это как блок все равно что со стенкой говорить и вот мне очень интересно как вот вы просто пели на этом в этой ситуации что если даже уже 12 лет они курят и марихуану и так далее и пьют я говорю вот на пачках сигарет написано значит курение убивают а это значит в библии написано не уби а вы убиваете сами себя по сути это хорошая но до них то не доходит не доходит для вам отече время я хорошо это все знаю с ними рассуждать не надо а вы правила свои там включить не можете единственное самое правильное если вы сразу завтра положите заявление и уйдите идите работайте кем угодно и вам ничего не сделать вы можете так они могут говорить и вас пырнуть ножом вы просто погубите себя уйдите пока не поздно а вот если бы вы были ваши дети и они не слушаются я вам говорю что говорит златоус как поясняет как надо поступать вот так ничего нельзя сделать придется вам прислушаться что я вам говорю пока хуже еще не было вы найдите какого-нибудь директора чтобы он 45 лет был директор детского лагеря ну нет такого 45 это больше пол жизни вот так для продолжает еще сейчас в домах когда у нас приезжает с детьми я еще продолжаю такой же распорядок мы встаем рано в 5 утра подъем которые работают сотрудники в 4 40 вы найдите лагерь чтобы было в 5 у меня были лошади на лошадях собираем ягоды каждый день занятия по слову божий до 6 раз купаются воскресенье плавают на лодках им очень интересно они из года в год приезжают но если он играет компьютерные игры уже я его не беру он совершенно не он не там человеческого ничего нету все кончилось отойди этот мертвец тлеющий он дает заразой своей заражает других вы не можете это делать а я сразу показываю что нельзя ребенок но мощится ночью я его не беру и что делать психически ненормальный 7 припадок будет он купается его сразу на дно пойдет а мне отвечать 45 лет ни один ребенок не поврежденный не утонул не сгорел из года в год приезжают у нас отовсюду были из других стран которые теперь я создаю сочувствую вам хотел бы помочь дал бы устав свой вы ничего не можете сделать это нельзя потому что власть дьявольская она на той стороне их задача погубить а дальше он пойдет куда-то воевать возьмут или куда-то сунуться в россию а тут быстро башку отшибут ему как сейчас он набирает идут сколько там тысячи гибнет а тут просто у нее ничего не делает и не знают а тут сразу научат его если он сбежал 10 лет тюрьмы вот и все так я вам артем никаким образом помочь не могу потому что у меня средства только там где ты хозяин а это не бросайте жемчуг перед свиньями которые перед сами обратятся и сожрут тебя и еще не очень важный стих я вот когда вы стоял там в парке у меня этот стих вспомнил да не бросай жемчуг перед свиньями а как вы тогда так вот где это так сказать та линия тот уровень чтобы понять что все отойди не слушать не надо где а может быть ты им скажешь а они задумываются перед сном и покаяются когда хоть один случай был но не было вы фантазируете сколько вы лет работаете там сколько работаете в этом но еще сравнивать просто молеку ладно и даже я своим опытом я бы не пошел туда никак потому что власти никакой нет руки связаны у меня меня будут бить меня выгонять зачем же я пойду туда не путайте себя притом заявление подали и сразу скажите в этот же день меня увольте иначе вам оттуда не выйти у меня были такие которые из других лагерей нас сразу посадят если будет это будет такое вот он матерится я перестроим его спрашиваю матерился матерился заходим отдельные келью остальные молятся весь лагерь молится так матерился я кладу крапиву а тут мне как двухэтажная народ как стол по грудь вот на второй положил такая жгучая я в рукавичке проведи вот так губами он плачет но боится так я пошли перед строем больше вот он илюша он боится крапивы а я в руке держу ее без рукавиц она жгучая такая уберу зубами рву и бросаю у меня пузыри на губах он я не боюсь но пойдем обратно но обратная уже он лучше себя ведет теперь чтобы легче перенести тут рукомойник на 10 рожков бегом туда и холодной водой видите как легли спать ни одного слова чтобы не было а если есть закон два часа ему стоять на улице об этом нога я разбиваю на 4 по полчаса и поэтому который нарушили они не говорят кто разговаривал легли спать это в англии я взял от англичан от японцев из разных стран я много ездил где-то самое лучшее брал скаутские лагеря ну и теперь его не палочка в руках вроде ружья в разные стороны повернуть и они охраняют лагерь минут 10 прошло утихло я их вывожу и повел в степь там мы идем и какая птица кричит я разговариваю что такое вот эта пшеница почему такая луна про звезды они расскажут они готовы нарушить чтобы теперь их взяли то есть ты должен быть для них интересен вот мне операцию сделали на позвоночнике у меня три грыжи от тяжестей и они не легли спать дети пока меня не привезли мне можно только лежать и стоять сидеть нельзя тяжелая операция дети а мне как только наркоз дали я вижу они где дети сидят какие-то светлые юноши что-то говорят это ангелы я вижу как там в лагере все одна мать привезла ребенка и говорит я уже третий раз развожусь из-за него я его выброшу в окно так оставь его но и мы его проучили как следует так она приехала ко мне в больницу поблагодарить видишь как но без физического наказания ничего не будет никак от раз слышит но не подчиняется раб не подчинится пока не будет наказана вы не можете это сделать у вас главного оружия нет и так дорогой артем сделай быстрее уйди а там будем разговаривать вы можете свой лагерь образовать вот я лагерь свой образовал я должен строение сделать где они будут охрана питание добровольстве кто готовить будет вот как это все на себе это все на мне так хорошо слышите счета заглохла ну тогда все на этом будет больше новая ничего сказать вам не могу при моем огромном опыте я только хозяином я директор перетом никто не получает у нас ни рубля не это все делали добровольно не стажа не идет ничего но вот я могу показать тысячи детей они уезжали когда за границу то память добра только то времени когда были в лагере так пишут из года в год одни и те же если ему трудно тяжело он будет один недавно ко мне пришел а у него какие-то таланты открылись физик математик академ городов здесь он там работает и оценят от благодарить что он был у меня в лагере и какой он стал вот один пришел один но в этом плане вам вам намного наверно проще потому что у вас есть больше прав и больше инструментов а когда вот охранник и ты под государством конечно все связано сложнее все все у меня больше ничего не сказать я не нужен вам здесь потому что у меня совершенно другой опыт я бы туда не пошел даже на один час зачем это хулиганье а может какую-то литературу посоветуете какие-то фильмы на эту тему что будут работа с молодежью нет питания на их стороне все сон мы дьявол дьявол и сон мы демонов а ты прямо по писанию не можешь не можешь его в церковь сводить не можешь проводить уроки писания ты чужой для них для власти а у нас идут ежедневное занятие по библии к девочке играет даже пальцем нельзя прикоснуться и она к мальчику а тут они хватаются они уже там уже в шестом классе называют на вторую букву алфавита а вот ивнатий тихонович насчет того что происходит в эстонии с православной церковью вот может быть что-то слышали но я знаю православную церковь я хожу брат у меня священник я проповедник что в эстонии происходит то что там сейчас гонение вот митрополита евгений значит в россию выгнали и так далее то что там сейчас происходят церковь закрыть слышали да все я и я слежу за этим а что по сути происходит что по сути происходит ну примерно так что эстонцы они эстонская власть они видят в московском патриархате зло потому что они говорят что патриарх кирилл священная война то есть и у них идет недопонимание абсолютное а теперь они думают то что мы православные христиане все должны как бы убивать за свою веру и так вот идти на священную войну хотя в принципе священная война это джихад это чисто исламское понятие такого никогда не было в христианстве убивать за веру на оборот умереть за веру да но зачем убивать то и поэтому они теперь вот так вот настроены и хотят храмы закрыть и вот мы молимся сильно чтобы они не закрывали так слушайте на мне это не относится мы к патриарху не относимся мы к русской зарубежной церкви православная мы ни одного дня в патриархии не были и у нас очень хорошее отношение с их митрополитом он приезжает у нас службы то есть мы близки друг другу но над нами командовать они не могут мы не числимся вот так а то что вы говорите там но это понятно я вот обратился город венспилс латвия увидите авто в клайпеде мы ремонт был корабля такое дело ничего нельзя сделать не не как отойти и все молиться можешь кого узнал потому что за эти это мало кто хочет там разбираться но по сути дела то что имеем что вот в этой проблеме между эстонскими и русскими это много-много лет это еще с советских времен что вот вы нас оккупировали вы нас захватили и там идет чисто ветхий завет то есть это все на национальной основе вот я только за то чтобы русские эстонцы причащались с одной чаши чтобы мы славили одного бога одну троицу святую они вот так вот у нас же сейчас там даже есть апостольская церковь а то есть как бы два митрополита было такого не может быть чтобы два митрополита митрополит стефан и запросы к этому к нему патриарх в архаме приезжал а у нас значит вот так вот но они вот не любят нас потому что они считают что тут русские русские а вот как решить этот вопрос нет этого совершенно другой его не решите вы не беритесь за это вы на стороне вы не митрополит поэтому считаете 130 псалом ответ там записывайте себе 130 и яков говорит дружба с миром есть вражда против бога вражда человек берет оружие против бога не против человека если дружит с миром а он полностью погибший там наркотики и все еще с ним разговаривать все на этом я отхожу если у вас лучше я вам скину свои данные еще раз там вы можете на наших ресурсов выбрать что вам потребуется ничего не можете сделать я наказываю вы не можете я отстоял это право так ну все я отошел все с богом артем с богом отошел